Начинаем с вами знакомиться с Joomla 4. В прошлом видео мы с вами установили на хостинг Joomla 4, русифицировали ее. Как здесь создать статью? Находясь вот в админке, вот в этой части, мы сразу можем нажать материал. Видите, по плюсу материал. Перейдем в материалы, если кликнем сюда. Материалы это статьи. Или если мы кликнем сразу по плюсу, то мы сразу создадим материал. Причем подсказки у нас тоже на русском языке. Или можно перейти в контент, материалы. И тоже плюсик создать. То есть из нескольких панелей админки мы можем попасть в создание первой нашей статьи в Joomla 4. Нет времени разобраться в тонкостях сайтостроения? Звони прямо сейчас. Телефон, кстати, вот здесь вот сейчас будет. Звонить, кстати, можешь бесплатно через приложение Viber или WhatsApp. Создадим тебе супер сайт. А я возвращаюсь к теме урока. Поехали! Все знакомо. Конечно, кто хорошо знает Joomla 3, вы быстро разберетесь, потому что здесь все очень похоже. Заголовок вашей статьи пишем здесь. Пишу просто демо-статья. Далее видим, казалось бы, новый редактор. Ну, скорее всего, тот же самый редактор, просто с новым дизайном. Он такой вот укороченный, но если мы кликнем сюда, мы увидим кучу дополнительных вкладок. Что надо здесь первое понимать и знать для новичков? Что состояние опубликовано, если мы хотим ее опубликовать? Категорию для данной статьи. По умолчанию создается нет категорий. Категорию можно создать в отдельной ветке. Дальше. Доступ публичный. Видят все. Но здесь мы не будем сейчас вникать детально, потому что планируется, конечно же, потом целый видеокурс, когда будет стабильная версия. Поэтому я быстро пробегаюсь. Соответственно, здесь тело статьи. Пишем ваш здесь текст. Если картинку добавляем в анонс, переходим на вкладку изображения, изображение для вступительного текста. Выбираем. Давайте загрузим с компьютера. Приветствуем, кстати, новый медиа-менеджер. Нажимаем загрузить с компьютера изображение. Выбираем какую-нибудь панду. Загрузилось. Выбираем. Выбрать. Все. Изображение здесь будет. Если нужно изображение в полную статью поместить, то ниже изображение для полного текста. Пускай будет другое изображение, чтобы мы понимали, что это работает для статьи, для полной статьи. Вот так, в принципе, она создается. Здесь, конечно, много разных всяких плагинов, много разных всяких опций и так далее. Но, по идее, статья уже есть. Нажимаем сохранить. При сохранении появляются кнопки в версии. Я так понимаю, это сравнивать версии, если вы несколько делали сохранений между собой. Таким я не пользуюсь. Это в WordPress уже давно есть. Есть кнопка предпросмотр. Я просто тоже не пользуюсь. Не знаю, есть ли в Joomla 3 такая кнопка в самой Joomla. Знаешь, что есть плагин отдельно такой. Вот якобы мы видим Joomla, но без картины. Давайте выведем на сайт, чтобы просто видеть, понимать, сохранить, закрыть, как это будет. То есть сейчас, если я перейду на главную страницу своего сайта, обновлюсь, я нигде статью не увижу. Нам нужно ее вывести как-то. Чтобы на главной странице ее прямо вот сразу увидеть, мы можем эту статью сделать избранной. Вот сейчас эта статья, вот она есть. Вот здесь есть такая звездочка. Кликаю по ней. Все избранные статьи по умолчанию на главную попадают. Мы на главной находимся. Вот она, Home. Если я перехожу на главную, мы видим статью, но не видим изображений. На данный момент не знаю, что произошло. Изображения у нас не подгружаются. Ну, может быть, связано то, что это сырая бета-версия еще. Но когда я вчера тестировал на другой, так сказать, другом домене, вот эту самую бета-версию, у меня были картинки, загружались. Загружалось и во вступительную часть статьи, и в полную. В данном случае сейчас непонятно, почему они не загружаются. Причем даже изображение, которое в самой джумле есть, вот это, например, она почему-то тоже не появляется. Но это ничего страшного. Я думаю, в стабильной версии все будет работать. Главное, самое я вам показал в этом видео, как выводится статья. Но это еще не все. Это если она избрана. А как нам вывести статью на главную, если она не избрана? Вот я звездочку снимаю. Для этого мы переходим здесь с вами в меню. Видим My Menu. Кликаем. Видим нашу Home страницу. Захожу сюда, нажимаю здесь выбрать. Здесь выбираем материалы. И два варианта. Материалы, да, это статьи, кто не знает. Блок категорий. Если я выберу, то главная страница будет ввести на анонсы статей, на целый ряд статей. Если надо, чтобы главная страница ввела сразу на один полностью материал, то я выбираю материал. Тут на ваше усмотрение. Как только я выбираю материал, появляется дополнительная опция для выбора материала. Ниже кнопка «Выбрать». И тот самый материал, который я только что создал. Выбираю «Сохранить закрыт». Проверяем. Иду на главную страницу. Вот он, тот самый материал. Причем в раскрытом виде. В следующем видео смотрите, как управлять меню в Joomla 4. Не пропустите. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...